Что, с возрастом начинает нравиться вам все меньше? Громкие места, бары, клубы, тусовки и тому подобные вещи. Я не понимаю пабы, которые не могут определиться, хотят ли они быть клубом или пабом. Люди приходят туда, чтобы просто сожрать бургер, выпить пиво и поговорить. А там из динамиков херачит музыка, которую никто не слушает. В итоге я могу нормально разговаривать только с человеком, который сидит рядом со мной. У меня сразу же портится впечатление о таком месте. Работа, бухло, политика, люди. Бухло, моя печень понимает, о чем ты. Всяческие мероприятия. Сначала тебе нужно психологически подготовиться к нему. Потом уже на самом мероприятии тебе приходится контактировать с широким спектром разных личностей. Это утомляет. Социальные сети. Несколько лет назад я уже сократил их до реддита и инстаграма. Но, честно говоря, сейчас я могу обойтись и без инсты. Я ограничился чисто реддитом. У меня больше нет никакого желания пользоваться другими платформами. Хождение по магазинам. Для покупки чего бы то ни было, включая продукты. Раньше шоппинг был для меня развлечением. Теперь это рутина. Я чувствую то же самое. Все, что я хочу сделать, это взять то, что мне нужно и побыстрее свалить. Магазины поблизости, которые раньше работали 24 часа в сутки, во время пандемии перешли на дневной график работы. После чего они так и не вернулись на прошлый режим. Как же я скучаю по своим тихим полуночным походам в магаз. Громкие звуки в целом. Да, меня очень бесит шум. С тех пор, как 7 месяцев назад у меня родился ребенок, я реально перестала выносить громкие звуки. Я поняла, как чертовски громко все вокруг. Тихонько толкнуть дверцу микроволновки, чтобы она закрылась. Неа, лучше просто хлопнуть ей как следует. Покрутить ручку двери и медленно закрыть ее. Неа, лучше со всей силы бахнуть ее ногой, чтобы она захлопнулась. Послушать музыку на нормальной громкости. Неа, выкрутить ее на 98%. И почему бы при этом не начать барабанить молотком по стенам, пока слушаешь громкую музыку. Я думаю, проблема в том, что у меня врожденная сверхчувствительность к звукам. Которая с возрастом и появлением постоянно спящего ребенка лишь усилилась. Все, что вызывает у людей ажиотаж и от чего мне приходится стоять в длинной очереди. Пару месяцев назад на местной ярмарке я увидел поистине гигантскую очередь. Мне стало интересно, куда она ведет. Не то, чтобы я хотел вклиниться в нее, но мне было любопытно. Очередь была безумно длинной. Я даже не могу придумать подходящих слов для того, чтобы описать, насколько огромной она была. Тогда я спросил у друга, куда ведет эта очередь. Он сказал, к пончикам. К каким-то ебаным пончикам. Эти пончики могли быть сделаны вручную самим богом из муки, выращены на небесных полях и замешаны на слезах пегового орла. Но я бы все равно не стоял часами в этой очереди, чтобы их попробовать. Тем более я пришел на ярмарку, где у меня и так много других дел, которые нужно сделать за то ограниченное время, что я там пребываю. Алкоголь. Мне становится все труднее оживать по воскресеньям. Настолько, что я начал пить только по пятницам. Тот факт, что от двух бутылок пива я не пьянею, но при этом они вызывают у меня похмелье, вынуждает меня думать, что все это того не стоит. Да, вот именно. Не дай бог, если я реально нахерачусь. Я ведь буду расплачиваться за это три дня. Меня так бесит, что я теряю интерес к вещам, которые раньше любил. Понимаю тебя. Раньше я любил видеоигры, но теперь я не могу просидеть за своей самой любимой игрой больше 30 минут. Мне становится скучно. Не знаю, это что-то на уровне психологии или мне просто перестали нравиться игры. Но я охреневаю, что это так быстро произошло. Как же я тебя понимаю? Иногда мне очень хочется поиграть в игры. Я тогда включаю свою PlayStation 5 и просто тупо смотрю в библиотеку, и в итоге так ни во что и не играю. А вместо этого врубаю ютубчик. Честно говоря, иногда я с тоской думаю про такие моменты. Или я покупаю игру и очень хочу в нее поиграть, потом играю в нее 30 минут, как ты и сказал. После чего теряю к ней всякие интересы и больше к ней не прикасаюсь. Не знаю, почему так. Но при этом, когда я реально нахожу какую-то стоящую игру, я глубоко покружаюсь в нее. Совсем недавно, например, я прошел ремейк Destroy All Humans 2. Она чертовски хороша и вызывает у меня бешеную ностальгию. Честно говоря, выходить из дома. Раньше я был душой компании, а теперь мне приходится уговаривать себя идти в магазин за предметами первой необходимости и на работу. Чел, то же самое. Раньше я всегда был на улице, теперь я просто как можно больше сижу дома. И тусуюсь одними и теми же тремя людьми. Остальных нахер. Мир в целом. С каждым годом мне кажется, что я все меньше с ним как-то связан. Он становится все более чужим и абсурдным. Возможно, это естественное чувство для существа, которое ближе к смерти, чем к рождению. Это абсолютно естественное чувство. Я помню, что читал что-то про то, что основатели США ближе к смерти чувствовали то же самое. После определенного возраста мир перестает быть нашим. Вождение. Раньше я часто ездил на машине просто по фану. К примеру, заезжал за друзьями, гонял в места, где мне хотелось побывать. Или просто ездил по ночам и наслаждался свежим воздухом. Теперь я езжу только на работу. Несмотря на то, что на моей нынешней машине ездить миллион раз веселее, когда я за рулем, меня все время все бесит. Честно говоря, если бы в моем городе был хороший общественный транспорт и качественная инфраструктура для пешеходов и велосипедистов, я бы выкинул свою машину, не раздумывая. Я ненавижу стоять в пробках, я ненавижу обслуживать свою машину, я ненавижу светофоры, я хочу сидеть в комфортном автобусе или трамвае в наушниках и смотреть что-то на телефоне. И ходить пешком, ездить на велосипеде. Так я был бы намного счастливее. Мне все меньше и меньше нравятся машины. Общение с людьми. Уже даже прогулки с друзьями утомляют. Да, я живу с мамой, у которой болезнь Альцгеймера, так что у меня практически нет личной жизни, мне 33 года. Вчера вечером мои приятели вытащили меня из дома, и мы сгоняли на несколько вечеринок в честь Хэллоуина. Громкая музыка, много выпивки, повсюду горячие девчонки в обтягивающих платьях. Конечно, мне было весело. Но все, о чем я мог думать, это о том, не подожжет ли моя мама наш дом. Если бы не она, я бы, может быть, и остался бы там до 4-5 утра. Даже зная, что моей старой заднице понадобится 3 дня, чтобы восстановиться. Но вместо этого я просто пошел домой пораньше. Люди. В молодости я была очень общительной. После ковида я заметила две вещи. Люди, которые давно не имели опыта общения, забыли, что в разговоре нужно не только говорить, но и слушать. И 90% людей, которых я знала, на самом деле не были моими друзьями, а просто появились тогда, когда им что-то от меня было нужно. Из десятков друзей, что у меня были, я продолжила общаться примерно с четырьмя. Оказалось, что только они мои настоящие друзья. А поскольку большинство людей сегодня просто используют других в своих целях, либо болтают безумлку, не давая тебе ничего сказать, я смирилась с тем, что количество моих друзей так резко сократилось. Как бы мне ни было неприятно это говорить, видеоигры. Не то, чтобы я стал любить их меньше, но мне кажется, что во взрослом возрасте, каждый раз начиная новую игру, я вступаю в долгосрочные отношения, на которые у меня не хватает времени. В итоге у меня лишь копится стыд из-за того, что я не прошел очередную игру. То, каким является интернет в 2022 году. Реклама, подписки, платный контент, бесполезные сайты, на которых больше картинок, чем слов. И контент потоковых сервисов, разделенный между примерно 200 платформами. Причем большинство хорошего контента эксклюзивно для одной из них и недоступно в других местах. В браузерах приходится устанавливать множество расширений и тому прочее, чтобы отключить cookies, всплывающие окна и рекламу. К тому же у нас по географическому принципу заблокированы некоторые ресурсы, поэтому нам приходится использовать VPN, чтобы обойти это или прибегать к другим способам. Радио невозможно слушать, одни и те же 25 песен повторяются на пяти существующих станциях. Но даже это предпочтительнее, чем дневные ток-шоу с гогочущими, орущими сплетниками. Я с радостью плачу бабки за подписку на Spotify. Вместо того, чтобы слушать все это дерьмо, я могу включить музыку на Spotify, который позволяет создавать длинные плейлисты с моим типом музыки. И мне не нужно прерываться, чтобы сменить компакт-диск. Сменить мобильного оператора довольно просто на первый взгляд. Но потом тебе также придется обновить двухфакторную аутентификацию. А если она привязана к старому номеру, который уже не обслуживается, тебе нужно будет лично идти в магазин или офис, или звонить в службу поддержки. И так каждый раз. Это самые распространенные проблемы, с которыми я сталкиваюсь в современной жизни. Все это связано с тем, что я смотрю, слушаю или читаю, и с устройствами, на которых я это делаю. Весь этот геморрой отвлекает тебя от более важного, более здорового использования времени, энергии и денег. Что мои родители стареют. Эта мысль сильно угнетает меня. Я не могу представить, что будет, если, когда единственные люди, которые любят меня, покинут этот мир. Иногда я эгоистично надеюсь, что уйду раньше, чем они. Хотя бы для того, чтобы мне не пришлось оплакивать их потерю, будто им будет лучше оплакивать потерю своего ребенка. Как быстро время ускользает от меня по сравнению с тем, как медленно оно текло в детстве. Скорее всего, это связано с новым опытом и нейронными связями в вашем мозге. Другими словами, создание новых нейронных связей в мозгу делает так, что время кажется медленнее. Я где-то читал или слышал теорию об этой фигне. Типа это потому, что каждый новый год, который ты проживаешь, составляет все меньший процент твоей жизни. Грубо говоря, когда тебе исполняется 10 лет, год составляет 10% твоей жизни. Когда тебе исполняется 50 лет, год составляет всего 2%. Поэтому со временем он кажется все короче и короче. Отчасти это так. Но неверно полагать, что это единственная или даже самая главная причина. Вспомни про пандемию ковида. Как ты ощущал время, когда все было закрыто и все сидели на карантине? Для меня 2 года пролетели незаметно. Но я почти не помню, что там происходило. А теперь вспомни момент, когда ты провел какой-нибудь экзотический отвязный отпуск. Пусть даже это была всего одна неделя. Вернувшись домой, разве у тебя не было ощущения, что ты отсутствовал целую вечность? Как уже было сказано выше, наше восприятие времени связано с новым опытом. Это объясняет, почему в детстве время идет медленно. Да, это большая доля нашей жизни. Но также и потому, что мы постоянно учимся. С возрастом такое происходит все меньше и меньше. Если вы хотите, чтобы время шло дольше, постарайтесь изменить свой распорядок дня. И каждый день учитесь чему-то новому. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напишите, что с возрастом начинает нравиться все меньше и меньше. И не забудьте посмотреть наши другие видосы. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok